Ага, лапустик и приветик! У нас такой праздник все, у нас теперь есть свой самый главный наш продюсер. Так что дивитесь каждую серию и не пропускайте. Девочки, я услышал ваши цели. Настало время их реализовывать. Юля, твоя комната в твоем распоряжении, в полном. Приведи ее в то состояние, в которое тебе хотелось. Я не справилась с заданием. Здесь мы проводим кастинги на ведущего программы «Ревизор». Меня зовут от меня. Убери ты ее от меня. Зачем мне это надо? Я не передумала. Я хочу домой вообще. Это мой салон красоты. Это твое рабочее место. Тебе нужно постараться никогда его не покидать. Давайте, выходим. Сюда, бежим. Бежим. Нет, я не готова работать админом. О, 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 о. Что там такое? О, о, о. Мне пишет Максим, скажите, мог бы я познакомиться с такой девушкой поближе? Я тоже переживаю, но люблю уцениться. Я сейчас в снипу, я смотрю, там какие-то чекотелы. Заходом и такие красавцы. Я Максим, я хочу. Два таких салон, салон, шик и блеск. Уже я так рада, что это все-таки вы, а не кто-то другой. Мы сразу уже хвост распустили и уже бегом. Она намного ярче, интереснее, чем то, что я видел на экране. О, спасибо, джентльмен. Она не джентль, это же у меня, джентльмен. Спасибо. Мы ведь вас ждали. О, это красиво очень. Спасибо большое. Спасибо. Приятно вы живете, эти хорошие. Цветы и желтые на разлуку. Я сразу поняла, чтобы до свидания наше очковое. Так, ребята, еще один вопрос, такой нескромный. Вы же знаете, кто приглашает в ресторан, то ешь и плачет, правильно же, да? Теперь переживайте. Чтобы не было... Настоящий джентльмен. Чтобы они хопусти меня раскатали, чтобы написать на 50 или там сами... А вы пьете вообще? Че спортсмены, золь. Спортсмены, и у нас просто совместный бизнес. Какий бизнес? Бизнес начали с небольшого фитнес-клуба под Киевом. Потом в Мариуполе, где Макс сейчас и управляющим, и директором работает. Молодцы. Я бы, чтобы она нас туда тоже взяла подработать. Я бы все ходила, командовала там, качай, ты там тоже качайся, ты ей не езала. И все, и мне все, кап, кап, ловышка. Расскажите, ребят, какие вам девушки нравятся? Мне главное, чтобы с девушкой было интересно. Чтоб лясо точило с тобой, да, по вечерам? А если она косоглазая будет? Ну, естественно, внешность имеет значение, но не ключевая. А что ты не кажешь сразу? Потому что не главное. Ой, с одним Максимом с Галькиным складывалось общение никак. Тухляк полный. Ребята, тебе кто нравится? Какие мужчины? Поля резкие, дерзкие, брутальные ребята. Такие, чтобы сказал, сделал. Девчули, ура! У тебя какие с собой длительные отношения были? Четыре года. О, прям как у меня. Да, о! Я скажу, четыре года. Офигенно, а со скольки лет? В 21. А тебе сейчас сколько? 32. Блин, не скажешь, да? Офигеть, можно, да, вообще. Тебе было вообще свиданий всю жизнь? Ну, достаточно много, чтобы сделать правильные выводы, понять, что, в общем-то, хочется уже и отношений более каких-то серьезных, и семьи. Максим чудесный, прекрасный человек. Дуже умный мужчина. Я уверена, что у Максима есть шанс на мое вдемное. Ты тоже такой печальный, мне не нравится. Сейчас мы балхнули с тобой на какие-липы. И в коробке. Потом мы в коробке. Да, о-о-о! Каксим, да! Это свой пацан. Мы с Ледкой решили им сделать ветер. А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Меня здесь нет, а я сяду в кабриолет. Пусть с нами, я не знаю этих песен. Вы просто говори в кабриолет. Я буду на бэкет. Я не подключался к процессу, потому что не знал этих песен. Господи, побеси, чтобы уже уйти. Честно, это была одна мысль. Уйти, уйти, уйти. Честно, пока я не лахнула, я бы не спела. Ты вообще красавчик, просто честно. Спасибо. Я думаю, он там не пустякунца где-то приховал и попивал. Это уже интересен таким. Быть веселеньким нельзя. И шутил, и пел песни. Мне кажется, я людям понравился, ей стало интересно. Я хотел бы, чтобы мы выпили за нашу следующую встречу, если вы не против. Тост и предложение. Я не против. Подцепила, поножнее. Я вышла с дубуши, накрутила себе дуули. Юля, привет. Привет, чайечка. О, добрый вечер. А ну-ка, дай понюхать. Я не поняла, подожди, дизайн твой. Мы къехали, мы думали, что там будет сейчас вообще офигеть. Мы зайдем, и мы офигеем, честно. А вот это Берембрандт так и был? Да, он так и висел. Никак не прошел мой декор. А бы кровать была, где спать. А то, что дизайн и дизайн, то мне вообще... Зина, дитя, скажи, ой, какой ты дизайнер. Напишу ему, что дизайнер с меня интерьера. Да, напиши сразу, чтобы он потом не... Как зашел. Ну, рассказывайте, что там у вас было? Пока что на вашу жизнь мне не нравится. Ты просто не видела. Мы зашли, нам сразу все туда-сюда провели там. Вы хоть не платили ничего за себя? Только зашел. У Лютка, кажется, денег нет. Платите вы. Я кажу платный той, кто пригласил. А что, нормальный пацаки, чи не? Я бы сходила с ними там в короке, я бы попяла нормальные стрихи такие. У меня же алмазов есть. У меня же есть Дима. Мы же с ним встречаемся. И я такая, я хожу там, Примадонна, на свидание. Они типа там, а я тут, что хочу, что-то делаю. Ну, тебе, наверное, надо, что-то с Димой решить. А завтра уже, вот тогда будет видно, что нам делать с этими чуваками. Так, а что, ты подействовала? Ой, какой подействовала? Все это... Тут есть секиля. Я уже сегодня винчик бахнула. Ничего мне не помогло, мне надо что-то другое декодироваться. Что тебя ничего не берет. Я знаю, что тебе поможет. Мистика, гипноз. Типа гипнотизируют на то, что, типа, тебе нельзя, там можно. Если с гипнозом делаешь, ты все, не пьешь, не куришь, не матюкаешься. Леди сразу. Думаю, пойду и спробую все, что можно. А, Юля, у нас для тебя есть подарок. Бар! Мы с ней очередной раз прикольнули. Боже, моя булочка любимая. Та ты что, не дай бог. Хай земля будет пухом. Мне это мероприятие, не смеемся. Ну, подарили ей, ну а что, ухай проси пить. А куда ты ходишься, может, хоть так, ну, что чуть-чуть там в Викебеке тебе прийде. Чаечка, давай тогда отдыхать. Спокойной ночи. Все, спокойной ночи вам. Потушиш свечечку, если что, чтобы не загоряться дом. Не выпей там. Хара. Не выпей, не выпей, не переживайте. О, Геннадьич. Юля, доброе утро. Сегодня у тебя будет возможность продемонстрировать свой вкус в одежде. Тебя ждут по ниже указанному адресу в 15.00. Удачи. Неплохо, хоть руки не трясутся. А ты что, чайка, не хочешь уже пить все? Не, я же сегодня иду до этого, гипнотизера. А, идешь, да? Я чешу? Не. У меня, пожалуй, вот так было. Не, я хочу попробовать, что оно. Поможет, чи не? Открывай, иди. Галя, кто там? Психолог? О-о-о, ракенбок. На чёс три звезды. Такая на Алла Пугачёв 80-й дыхает. Галина. Ой, я Галина. Ой, как тёска. Здравствуйте, тёска, тёска. Людмила. Юля. Очень приятно. Вы наша соседка, да? Я управдом. Мы собираем деньги на камеру видеонаблюдения. Я хочу, чтобы вы мне дали две тысячи. Да, вы что? На видеокамеру? Ну зачем мне надо? Столько домов живут без видеокамеры? Не помирают? Ничего? Девочки, что вы смеетесь? Откуда у нас здесь? Как у вас нет денег? Мы можем вам статую дать. Я пенсионерка, и то даю две тысячи, а вы что это? А еще не факт, что у нас ***? Может, у нас и не управдом ниякий? Можно так собрать по две тысячи? ***, руссковец спальчить почки. Нет, девочки, вы должны сдать мне деньги. А денег нету серьезно. Я просто садю, думаю, ***, что делать? Где деньги брать? А мы же не работаем даже. Мы же только провисели все, что было, мы потратили. Но это надо. Это же, вы понимаете, это для дома. Это безопасность. Вы знаете, сколько сейчас убийств, грабежей? Ничего страшного. У нас сама себе охрана. С нашим буду под подушкой. Давайте хоть расписку, чтобы вам через неделю дадим. А для тебя возьмем? Разводим ухажеров своих. Давайте, давайте, девочки. Разводите ухажеров. Да-да, с домой, давайте вам недельку все поможем. Все будет, все организуем, на работу пойдем, ухажерам позвоним. Лишь бы, чтобы она ушла. Спасибо вам. Все, до свидания. До свидания, спасибо. Да, она поверила. Хорошо, девочки, я жду. Там уже и забыла про эту тему. Короче, бабушку. Все, короче, пошла, потом перейду, короче, что-то, может, решим. Ну, все, давай. Все, я кого загептатизирую, ты бабки у него отожмете. Ну, мы пошли, чай я бабку. Аля, что ты думаешь про вчерашний вечер? У тебя нормальный пасик. Не пьет, и зато веселый. И внешность такая офигительная. А у меня именно такая ***. И не предупредил, что у него такой друг. Ну, не мой типаж вообще, в принципе. Что с Димой? Или не знаю, что с Димой, реально, что делать? Я как-то еще не поделилась до сих пор. Я, конечно, себя чувствовала скотиной. Может, я в гости пригласить, да? Чтобы уже поговорить? Да, в гости можно. Зая, привет. Да, тихо. Алло, привет, зайчик. Привет, сон. Скучил за мной же? С ума схожу. Не хочешь до меня приехать? Ого. Поговорим с тобой. Сьогодні, да. Окей. Давай. Все, короче. Как тебе разоговор нормальный. Так а ты что? Слышишь, с тобой такой там фитнесмен. Мне так кончено вообще, что я цей, ну, *** выгляжу. Может, я кто-то придумать, а? Типа, чтобы похудать по Шурику. По-быстренькому, знаешь, там, за день, да? Ну да. Давай, пиши, типа, как похудать за 24 часа. Все. Натереться красным перцем и обмазаться пищевой пленкой. Ну, а что делаешь? Хорошо, выдержишь. Ну, конечно, нереально похудеть за полдня. Я говорю, давай двойную дозу, сейчас на все сделаем, всякие пики и все. Короче, я говорю, давай, я готова на все сейчас, чтобы это... Написано было толково, и комментарии хорошие. Я решила попробовать. Зачем, говоришь, мне кто-то звонит. Кто-кто? Hello. Я была в историке, я ждала этого звонка, как Бога. Максим, приветик, да, привет. Хотел узнать, на вечер все в север, найдешь свободное время. Ой, не знаю, сейчас я подивлюсь в себе в блокнотике. Да, есть, есть время на вечер. Скажи, что я с вами в север, открываю, занято. А, нет, я с вами не знаю. Галя, да, подружка в мене согласна тоже. О, молодец. Да, вона тоже подивила свой блокнотик, в ней все подходы. Все хорошо, Максимка, хорошо, жду звонка. Все, пока-пока. Так, взаимно, давай. Ну что, серьезно? Все, короче, что там натираемся? Да что, скоро уже свиданка будет. Попырику все делаем, все, давай, ищем перец. И что там вообще надо? Дышь, тыщи, бленка, все, давай, я ищу, ты сиди. И шла я к гипнотизеру с последней надеждой. Это именно точка, и здесь вот либо он, либо вообще ничего. Здравствуйте, Юля. Очень приятно, меня зовут Денис. У него глаза такие стеклянные, он был как будто восставший из ада. Я настолько... Я не могу, у меня все труханит. Вы немного успокойтесь. Скажите, а что вам рассказали про гипноз? Вот это по телеку звезды под гипнозом. И землю жрут, и падают, и что только не делают. Ну, вот этого вот я боюсь. Страшно, что потеряешь контроль над собой, да? Угу. Я вас пока не собираюсь гипнотизировать. Если вы не захотите, я вас вообще в принципе не буду гипнотизировать. А что вы будете делать? Водить меня в какой-то транс? А что вы хотите делать? Ну, чтобы я бросила пить. Давайте вы мне расскажете, чем вам мешает это. Чем мне это мешает? Что я сейчас сделаю, ***? А я на язык сначала. Ну, ну так что, нет? Ну, так как она началась? Блин, ну что ты меня налякала? Такая в руки робиться, что *** попорная. Не могу дыхать. Думаю, боже, как тебе тратить. Ого. Честно, что ты берешь? Отвечаю. *** не печи, нормально идет. Я ее начала мазать, и ее хоть без шо, ты понимаешь? Ничего не берут. Вот такие температуры люди, что *** не бери. Ой, значит, у меня там же все. Критичная ситуация. Ну, значит, мало. Сейчас еще сделаем. Кажешь, все хорошо, все хорошо. Не бери, нет ***. Я тебе отвечаю, *** вообще. ***. Зарода говорит, ***, ляги нет. *** не помогает воно. Сейчас поможет. Сейчас бегом все сделаем. О, так мне уже нравится, так уже тепленько. Давай другу теперь. Потом, как начинают пекать ляшки. ***, это уже нога реально начинает пекти, воно греет, ези. Это жестко, что же печь. Давай бегом сейчас. Боже мой ***. Это горит. Прикинь, как рота горит, а так нога теперь ляха горит. А воно еще в тепле *** греется. Все, давай. Будет так. Еще я как будто был мы на ноге в костре горят. Цепь ***. Что вы хотите сделать? Чтобы я бросила пить. Давайте мне расскажите, чем вам мешает это. Чем мне это мешает? Ну, потому что я, когда начинаю пить, мне становится на все ***. Сбрасываешь груз проблем. Что именно вы пытаетесь заглушить в помощи алкоголя? Когда проблемы я пью и без проблем пью. Все равно пью. Почему? Потому что хочется мне. Почему хочется? ***, ну как можно быть? У меня... ***. Я почувствовала, что он мне не поможет. И вообще все это зря, что я вообще к нему пошла. Вам нужно мне довериться. Если я сама захочу и расскажу. А смина выдавливать там под гипнозом чего-то не надо. У меня еще не было ни одного человека, который бы заходил и вот так его телепало. Вы первый человек, который вот так ориентирует. Если у вас нет желания, то мы можем просто сейчас все закончить и разойтись. Он хотел показать свои способности. Вот я такой офигелший. Вот я умею. Он мои проблемы вообще не почувствовал. Бывает такое, что у человека два противоположных желания. С одной стороны он хочет бросить, а с другой стороны и не хочет. И получает от этого какие-то вторичные выгоды. Получает от этого удовольствие какое-то. У нее нет искреннего внутреннего сильного желания бросить. Мне кажется, что это не мое. Но я ушла от него с проблемой. Она не решилась. Все равно мне кажется, что это ***. Просто чисто поржать ***. Одеть кинзи и строить из себя клоуна. Я такой *** гипноз. Я сама кого хочешь загипнотизирую. Ну после таких встреч еще больше хочется ***. Пошла я короче в магазин. А че? Реально? Она у меня как нога кро*** на за ***. Аля, пробуй в интернеті, что нужно делать. А что делать? А я не знаю. А какие там спецэффекты против этого тоже неизвестно. Еще больше пече. ***. Можно. Держись, держись. А как писать? С чем убрать перед слях? С кожи, с кожи. Все, я уже поняла, что треба рубить. Делай мне на Е1 ветер. Да. Ну ты пока делай. Нет, делай мне на ногу. Тебе убрать перед с рук, подожди. Я тебя спасаю. Я очень люблю ты по кухонной хитрости. Оливковое масло. Оливковое масло. Итальянцы так делают. Так написано. Что ты мол? Подружечка, держись, держись моя лапочка. Она мне бедзимая. Мне было дуже ей жалко, честно. Потому что я бачила ее в ней реально строза на глазах. ***. Это проходить ***. Пищевая сода плюс жидкое мило. Молоко, смотанное йогурт. Подожди, паста. Что там еще есть? Молоко. Молоко давай. Давай молоко. О, да. Помогает. Помогает? Да. Починай опять пикти. И что теперь делать? Все, я не хочу. Из меня хваматит. Все, если это не поможет, надо скоро уже. Думала, скоро позвонить я, потому что я не знаю, что делать. Может, они там ноги отнимутся. У нас тоже велика проблема. Намазали ноги красным перцем и язык. И теперь не знаем, что делать. Что делать? Вообще умираем реально. А кто, дитина? Дитина. Дитина. А сколько дитинь? Дитинь с 7 годиками. Да, 7, почти уже 7. Мне лучше сказать, что я, ***, дитинка 7 год мне, чем кобыла 21 год, и перцем красным обмазалась. Психушку тебе надо, а не в скорую, ***, звоните, идиотина. Просто под разные температуры не рецепторы. А что делать? Ухолодила. Чисто. Всем ухолодила. Ванну. И все. И все. Не буду я худеть, я буду, ***, жрать курицу. Их буду, ***, полнеть. Подружка, подожди меня. У меня святения уже тут, ***, надо было. Все, у меня уже была депрессия. Максим, хай ***, сам на свои святыни. ***, красный перец на базаре буду обходить, ***, дорогой. Указала, не мажь. Ты давай помажем, давай помажем. Ну что, помогает, да? Да, да. Перестала уже галюсь пекти, ***. Уже ноги они мели, если честно, от холодной воды. То что, дальше будем делать? Нет, уже все, уже идем в темноту греться, все. Все, хорошо. Давай, любимая. Пусть любая менеджерная, некрасивая. Сидим мы у себя в холле, в себе. Звонок в дверь. Я его побачила, конечно, была радость какая-то. Вроде ридная, вроде и моя. Я не знаю, я ничего говорить не хотела. Не нужен он ей, не нужен. Он Никита, не в себе. Надо ей нормального, такого, как у меня. На, жопцы, это тебе. О, привет, джин. Спасибо мне. Как лево. Знаешь, что я оцей подумала? Мы говорили с Гочаренком перед заездом, это наш продюсер. И что? И он говорил, типа, про цель. Я сказала, что хочу в тебе быть полностью уверенно, разобраться, что у нас с тобой. Я решила выездить с ним отношения. Людка мне посоветовала такий способ, типа, что если в нете проверка на совместимость. Как ты до сих пор относишься? Давай, пойдем. Ну, с чем черт не шути? Ой, ну давай, давай, проходи. Ты эстетич. Гадалки сходим? Не, не надо гадалки. Давай, пойдем. Ну, давай. Ну, пройдем, проверим свои чувства. Перечислите родственников друг друга по имени-отчеству. Если помните только родителей, один балл. Если бабушек и дедушек, два балла. Если не помните никого, ноль баллов. Давай. Сейчас дай вспомнить. А ты что, маму мой не знаешь, как звать? Ты меня свит раздумать не будешь? Да знаю, знаю. Просто давно не бачилась там. Ты не знаешь, как мою маму звать? Ну, это был вообще пик для меня. Он был у нас дома разов, наверное, 30. Давай. Давай, что-то. Попросите партнера прикоснуться, не уточняю, куда. Плечо ноль баллов, к лицу два балла. Это к лицу на голову ты положила. Такого нету, это шлицо в лицо. Ну, все, да, балл. Дальше, давай. Кто чаще проявляет инициативу в сексе? Назначили мне встречу в шоуруме. Сегодня у тебя будет возможность продемонстрировать свой вкус в одежде. Тебя ждут по ниже указанному адресу. Я приехала. Прикольные шмоточки. Я думала, мне будет денег. Я там себе куплю четыре лука. Там все, такая богиня, выду. Здравствуйте, Юля. Я Монро. Здравствуйте, я вас видела по телеку. Какая вы классная. Можно вы трогаете? Класс. Монро. Это шпатцик переделанный. Я в шоке. Я вас тоже видела по телевизору, не поверите. Боже, я всегда на вас смотрю. Я в шоке. Подождите. Подождите. Сейчас дайте я отойду. У меня аж начало телепат. У меня кто-то идёт. Дайте такое-то не снимать. Я в шоке. Но какая разница, кто перед тобой стоит? Мадонна, Риана или Монро. Ты на работе. На работе нужно работать. Вы, я так понимаю, начали карьеру стилиста? Ну, пытаюсь, да. Я, конечно, не ожидала, что будете вы. Так, а что вам не нравится? Я так... Ну, ваш голый пуп, конечно, меня уже впечатлил. И джинсы с низкой талии. Ну, ладно. У нас стилист так не должен выглядеть. Понимаете, встречают подёжки. Джинсы, мне нравится. У меня и задница присутствует, и сиськи. А у кого-то не сиськи, и не письки. Давайте сразу перейдём к делу. Сегодня мне нужно подобрать три образа. Внимательно слушайте. Первый – сексуальный. Второй – деловой. Хорошо. И третий – вечерний. Задачу поняли? Хорошо, да. Параметры ваши скажите мне, пожалуйста. Бинго! Вы небезнадёжны. У меня нестандартные фигуры. У меня узкие бёдра. То есть вы мне должны увеличить зад. Хорошо. Чтоб была. Хорошо. Говорю вашим языком. Хорошо, поняла. Я вошла в примерочную. Хорошо. Я жду. Всё принесу. Начнём с эротики. Начинаем с эротики. Делаем с эротики. Хотелось бы не облажаться и доказать Геннадьевичу, что я что-то сумею, смогу. Меня смешает, если я сейчас подберу нежное бельё. Я не могу. Вот это. Сисьок там явно нет. Потому что я не видела их. А там ничего не торчит. Так что не могу спросить. Думаю, господи, если сейчас трусы выберу, там что-то вылезет. А лише как? Мне даст будет к ней секси и досекси. Ну, вот эти пока месяц 2, но я там определюсь. И носилась, и бегала там. У меня было такое желание справиться с этим заданием, чтобы ей понравилось. Просто хочется вмешаться. Добрый. Дальше, давайте. Кто чаще проявляет инициативу в сексе? Если у вас не было секса, вычтите все баллы, набранные ранее. Что-то серьезно? У нас с Димой секса не было. То есть мы проиграли вообще. У нас было 0 баллов. Вы с партнером разные люди совсем друг друга не импонируете. Если все операция секса, это бред. Мы с тобой говорили на эту тему, что у тебя есть свои мысли по этому поводу. Я Диме не доверяю, и того у нас не было секса. Я его не хочу. Что-то нет, ничего. А что нет, ничего? Не знаю. Просто тут побила. Ну, я не знаю, как ты, короче, но я начала двигать от тебя, если честно. Что ты чувствуешь ко мне? Сейчас я ничего не чувствую от тебя. Извини. Это не то, что там камеры, не камеры. Я реально ничего не чувствую. Прости. Я сказала ему правду, что я ничего до него не чувствую, у меня нет до него любви. Сказала, что нам лучше расстаться, в принципе, потому что не мучать ни меня, ни тебе. Прости за честность. Не получается у нас. Ну, не получается. Мне жаль, конечно. Мне тоже жаль. Мне не надо это и собраться. Короче, прости, Дима. Да, Галка, я просто, да, Леня, вот это я, поля, короче. Почему? Если он так легко от меня отказался, я в сотый раз убедилась, что это не мое. Я после любила, я боролась бы за человека. А он типа, ну, хорошо. Что за печально? Если бы он так просто сдался, то все, значит, так должно быть. Все, я ничего не чувствую. Зачем меня с вами мучить? Давайте, какой-то первый комплект уже примерим. Хорошо. Смотрите, есть разница между эротикой и порно. Вы бы отделите на фотосессию? Конечно, если бы я была с вашей фигурой, я бы отдела. Знаете, что-то более закрытое, оно эротичное. Звезды все фоткаются в нижнем белье. Она прям не может сфоткаться, потому что мне кажется, что она операцию вообще не делала. Возьмите мне, знаете, что еще такие длинные украшения, как бусы, чтобы висели. Хорошо. Много. А, что, занадто-то не здраво. Несите. То мне бусы, то и это. Гламурная глиста. Юль, нужно что-то сверху однозначно, потому что такое впечатление, что я только стала с постели. Все, я хорошо поняла вас. Было такое ощущение, что я нанялась у нее именно чисто такое. Ну, принеси, подай, пошел, не мешай. Найди еще мне пояс. И водички принесите мне. Ничего себе. Я вам вообще-то вещи выбираю. Такая у меня звезда. Она такая же звезда, как и я. Если шо. Давайте. О, с перламутровыми пуговками. Отлично. Несите. Богиня. Я иду уже, иду. Смотрите, я вам показываю вашу ошибку. Вы мне дали комплект без талии. А мне талия нужна. Поэтому берете любой поясочек тоненький. Потому что именно тоненькие пояски формируют талию. И цепляете. Сверху накидон. В целом, твердая тручка. Но она видит со стороны. Кому что идет. Давайте какое-то платье еще померяем, да? Ну, вечернее. Хорошо, да. Договорились? Да. Она в бедрах тут не влезет. Она в плечах тут не влезет. Вот, вот эти вот. Не хочу. О, вот это давайте красное померяю. Рюш, нравится. Солоч. Ой, это ужасно. Ужасно? А чего? Потому что плечи видно. У вас широкие. Яна Клочкова, да? А чем бы мы компенсировали плечи? Накидочкой. Отлично. Меховой. Там вот есть жилет красивый или пальто. Несите, бегом. Давайте, давайте, бегом. Несите что-то, чтобы скрыть мне плечи. Хорошо. А чего вы-то кричите постоянно? Такая классная, хламурная баба. Ну, в***ь, одевать ее, ну и в***ь. Она очень требовательная. О, богиня. Да, мне нравится. Вот в ней есть задор и какой-то интерес. Просто не нужно распыляться, не нужно имитаться. Нужно услышать самое главное. И понимать, что ты на работе. И ты работаешь с людьми. Дайте я вас обниму. Спасибо огромное. Спасибо большое. Мне кажется, у Юли есть будущее. Я очень на это надеюсь. Что, он тебе еще не звонил? Нет. Блин. Может, сегодня никто не найдет? Ой, может. Сейчас мы на месте. Ура, звоны. Алло. Алло, девушка, привет. Хотел полный вечер спязать. В 8 часов в ресторане города. Там встречаемся. Единственное, что у Макса не получается. Думаю, о, класс. А я эту рожу хоть не буду бачить уже. Хотел передать извинения. Ну, все, все. Остается в силе. Я тоже ждут. Ладненько, хорошо. Спасибо, давай, до встречи. До встречи, пока-пока. Думаю, идите на те свои свидания. Ну и все. О, Галя слилась, и я начала собираться на свиданку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Блин, спасибо большое. Уже вечер хорошо начался. Поляну винджина крыль. Все по моим хотимам, все, как я люблю. Галя, я так понял... Да, я сама сегодня. Не придет, да? Да, да. Может, даже это ик лучше у нас будет больше возможности пообщаться и узнать друг друга. Наедине. Знаешь, я вот сегодня, когда ездил по Киеву, очень холодно. И захотелось куда-то поехать отдохнуть в теплые страны. Если ты в ближайшее время найдешь возможность, поедешь со мной на отдых? Не хулигань. На какой еще отдых? Позагорать на море. Да, я бы... Да, поеду, конечно. Ты же все, мне самый любимый ухажер. Все, конечно, поеду. Тайки делают массаж ног, голову еще кто-то смассирует, Джастин Бибер. Ну и Максим здесь сбоку лежит. Это идеальный мой отдых. Я уже себе представила. Вкусно, тебе нравится? Очень вкусно. А готовить ты любишь? Готовишь? А что кушать? Я просто кушать люблю. Пельмешки любишь, умею варить. Максим так озадачился своим вопросом про мою готовку, что мне надо, наверное, наверстать свои умения. Треба подучиться чуток. Я еще смотрел инстаграм, и мне захотелось сделать тебе один сюрприз. Немножко подвину твою тарелку, она нам сейчас будет мешать. Подожди, я уже переживаю. Не, это некрасиво. Подожди, я не готова. Я сюрприз ненавижу тебя. Не, не переживай. Положи сюда руки, закрой глаза. Не открывай. Нужно на ощупь определить, что это такое. О-о-о! Сейчас начинается. Что это? Запакована шкатулка. А может, там какие-то бриллианты. А может, какая-то поездка на Мальдиве. Что-то там, потому что не стукает сильно. Я не знаю. Может, новая зарядка для айфона, потому что у меня зарядка для айфона. Паша. Открывай глаза. Айфон? Айфон? О, боже, боже. Настоящий айфон? Боже, боже. Честно, что нет. А там должен айфон быть. Не верю. Открыть его. Открывай. О, боже, боже. Я когда жены будут, ***, еще видно розовой, мне уже любой подойдет, честное слово. Я очень-очень счастлива, честное слово. О, это айфон. Спасибо. Я рада сделать тебе приятное. Я в шоке просто-напросто. Моя мечта сбылась. Честно говоря, после такого хочется делать ей приятно еще и еще. Если она на втором сайте подарила мне айфон, значит, что это означает, что я ***. А я еще котика охотила. Маленькую кицю хотела я. Ну, бездомного, чтобы жизнь ездить хорошую. И черепашку маленькую. И сиськи силиконовые. Я себя чувствовала вообще *** звездой *** мировых масштабов. Боже, боже, я даже не могу успокоиться. Я бы тебя сейчас расцеловала прям все на столе. Но не буду, потому что я культурная дама, я леди. Сегодня все было. Общение ближе и вот этот фонтан эмоций, который у нее был, это, конечно, что-то. Дай ручку. Боже, без сюрпризов. Ну, я уже не выдержу. Я очень рад, что я смог тебя порадовать. Надеюсь, так ты сможешь и доверять к ней, и верить больше. Мне правда очень приятно с тобой. Я надеюсь, мы сможем сейчас с тобой встретиться в другой. Спасибо большое. Я на все согласна уже, все. Я вся твоя. Нетерпеть, я жду третьего свидания нашего. По дороге я купила шампанское, чтобы отметить. Приезжаю домой. Захожу в комнату, а они сплять. Алюся, подъем, ты что? Милая, вставай, бегом. Бегом, чайку буди. Чайка, чайка. У меня сегодня такой *** праздник. Что там случилось? У меня сегодня второе рождение. Это просто *** сегодня было. Ты угадай, что мне сегодня сделал Максим. Что там? Угадай, что он мне подарил. Ось, ***. Шестой айфон. Я бачу шестой айфон. И бачу ей заплаканные очи, такие счастливенькие, счастливенькие. И я просто офигела. Любитка, шестой айфон. Думаю, Галя не позавидовала на ее айфон. А чайка, конечно, не ухожу ни айфона, ни ресторана, ни букетика, ни одного. Думаю, что, может, ее завиднуло. Ну, мне было все равно, что ей подарили. Ну, подарили и подарили. Молодец. ***. Позавидуй, по всем и я. Это моя атака. Подумаешь, там подарок. Мне в свое время тоже брюльки дарили. На втором свидании еще. Это мужики в новой жизни. Ха, машину дарили, квартиру. Ну, ***, айфон. Мне надо хата и тачка. Все, идем праздновать, бабы. Идем? Айдем. Алло, мам, я буду в хол. Ай, ***, айфон. Утро вы проснулись. Голова вот такая, все гудит. Заходит у нас женщина. Доброе утро. Доброе утро. Каждый день новая бабка. Что тут за дом престарелых? Ну, ребята. Ваше имя? Людмила. А вы? Галина. Меня зовут Елена Анатольевна. Я теща хозяина квартиры. В моей функции входит контроль за порядком в этом прекрасном доме. Я ***, какого *** ходить сюда и проверять, что тут чисто или нет. Тут живут три леди. Ковер какой. Кто его теперь очистит? Чего ты смеешься? Чего ты смеешься? Я была очень пьяненько, блин. Мне было весело. Безобразие полнейшее. Просто безобразие. Ванидло такое, что нельзя. Очень смешно. Очень смешно. Я думаю, боже, иди отсюда, потому что голова болит у этого шампанского. И ты же на ухо виснишь. Ну, вообще было неинтересно слушать. Значит так, слушаем меня внимательно. Одеваемся и спускаемся вниз. Я там вас жду в кухне. Ой, ты вообще ***, слушаешь подруга старая ***? Ну, куда это годится? Что ты пришла и командуешь? Интересно, на дочатки ходила? Чем я только *** получила и все? Вы кто? Ну, я так вижу, кто вы. Я вообще не поняла, что она тут делает, этот старый саквояж. Вот ваша дочь. Я поняла. Оставьте рамочку. Да, не трогает никто вашу рамочку. Мне просто обидно за этого ребенка. Это мамочка вот так вот хорошо проводит время. Тут такой стоит запах в квартире просто не***ть можно. Ну, так не *** тогда, да. Ну, так во утро. Что ты стоишь нюхаешь, если тебе воняет? Не пахнет. Ничего, да воняет, а мы пахнет. Все, до свидания, да. До встречи на кухне. Это что-то страшное. Такую красивую квартиру, такие апартаменты привести в такое безобразие. Грязь наплевана, набросано все. Это ужасно. Я просто в шоке. Уважаемые леди, я не знаю, что здесь было. Я пришла утром и вот это все увидела. Ты пол разманулась. Вот. Вместо утренней зарядки давайте все это уберем и будем жить дружно. А вы что будете делать? А я буду готовить для вас лексир, но не алкогольный. Демон старый. Ну да, ***, все. Конечно, не спорю. Ну, в утром это убирать. Это чисто не по-человечески. А сколько у вас было тут человек? Судя... Десять таджиков. Понятно. Пять хачей. И Джастин Бибер один. Так, это вам на будущее. Если вы хотите, чтобы все было нормально, пусть ваши таджики сначала уберут, а потом уйдут отсюда. Галя, ты тут майонез. Убирать вообще, не то, что на будущее. Вообще убирать это не мое. Я не люблю убирать. Девочки, а вот дома у вас, когда семьи будут, все. Кто будет квартиру убирать? Муж, конечно. Теща? Домработница. А, домработница, понятно. Это ж надо такого мужа найти, чтобы мог домработницу оплачивать. Ну, так ничего страшного. А я на вашего зятя. Я его еще не видела, но я уже думаю, мы подружимся. Я думаю, на такую, как ты сегодня, он не позарится. Слышишь ты? Откуда ты там знаешь, в каком я вкусе? Я умею и готовить, и убирать. У меня с этим все хорошо. Так, номерок погнал в титрах. А то еще олигарха, может, найду. А то такой облом немачайкиного номера. Все, хоре, да, причисто уже, все. Красиво? Сейчас я посмотрю. Вон грязь. Вон, нет, ну что, как маленький, честное слово. Посмотрите, вон сколько грязи. Давайте. Мне плохо. Мною мама не командует. А ты кто такая вообще? Вот это вот не отмыли. А ну сюда пришли, посмотрите. Сюда пришли. Тут так жаль. Только шокотовно, тыкайте в харю. Выпить нема, похмелиться. Голова вот такая, все гудит. Убрать было тупо невозможно. Так мы не можем без пивка работать. Ну серьезно. Да степи вам, и сейчас бегом. Сильно было хреново, и мы искали что-то выпить. Поправить чем-то здоровье, потому что работы б не было. Окей, выкинувай, ***. Так, красавица. Все, идем. Пошла, давай, идите, убирайте вот там. Все. О, мама дорогая, мама дорогая. Убирайте, давайте. Вон, идите на ту сторону, в ту сторону. Начали убирать. Я там и шматы, и травки летали. Крутка веников. Чайка посуду помыла. Все, мы убрали. Кухню за пять, две секунды, пять картин. Все, все чисто. Она, баба, вышла, поддеревилась. Так, ну что, девчата, убрали вы тут, как скажем, на 4 с минусом. Вам теперь осталось еще убрать в комнату, где вы проживаете, чтобы была чистота. Да давайте уже выпьем. Значит так, волшебный эликсир. Это, как говорится, против запоя. Качан натерла, белый. Чеснока натерла. Кажи пейте, девочки. Она такая ужасная. То чеснок воняем. Вообще такая... Кто хочет избавиться от алкогольной зависимости? Я не хочу. Слушаем дальше. Значит, у меня есть знакомый, проверенный человек, который может помочь. Мне надо. Хорошо. Я на сегодня договорюсь, только будь добра, чтобы ты была абсолютно трезвая. Может быть, какая-то клиника, там, ампулу какую-то зашьют или закодируют. Ну что-то такое. Я уже ебала. Куда я вообще приехала, где мои вещи? Я пришла и вижу одни могилы. КОНЕЦ